Это такая работа, которая не предполагается. Надо обязательно проявлять героические усилия, физические разные упражнения и прочее. Обедать можно вовремя. Я могу вам сказать, конечно, у меня тоже много претензий к МИДу, но Лавров один из умнейших и проницательных людей, политиков, дипломатов в нашей стране. Поэтому, если вы думаете, что поменяя аппарат МИДа или Лаврова, вы чем-то что-то там добьете, нет, этого не будет, ничего не будет. Вопрос состоит в общей политике, в высшем руководстве. Поэтому, если вы думаете вот так вот отделаться тем, что вы кого-то поменяете, и при этом не менять основные установки политики, это ничего не даст. Я могу сказать совершенно, это определенно. У меня такое подозрение, что Владимир Владимирович Путин, хотя я вынужден признать, что он избран был легитимно, потому что, если вы говорите о выборах 4 декабря, там другое дело, там примерно 15% как бы по разным оценкам было, там поменяли эти бюллетени. А здесь они, в общем, провели примерно формально, примерно так, как говорил этот Володин. Поэтому, как бы формально, да, но там тогда стоит вопрос не о легитимности самих выборов, а о тех манипуляциях, которые делались для того, чтобы завлечь избирателей. Но после этого все равно у Владимира Владимировича открывся вот этот выбор. Или реформы демократические, либо какие-то репрессии, ужесточение режима с тем, чтобы восстановить ситуацию. Пока он выбирает второй вариант. Поэтому в этом проблема, на мой взгляд, а не в том, что там можно убрать, предположим, Лаврова, или можно убрать Белоусова, или еще кого-то. Это ничего не даст. Продолжение следует...